Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться своим удивлением, как работает 5D Mark IV. Я снимал день рождения и момент выноса от рта. Здесь снимал без вспышечки в мануальном режиме. Свечки задули, включили свет. Я быстренько менял настройки фотоаппарата, потому что все быстро меняется. И вот мне задача. Я решил перейти в режим автоис. На 5D Mark IV автоис очень хорошо работает. И не докрутил до положения авто, остановилась на ISO 100. Так как все происходило очень быстро, и я этого не увидел. И вот что у меня получилось. Серия фотографий, как отпусывает тортик, именинница вся в черноте. Вот я здесь уже изменил. Я был очень расстроен, когда увидел результат, что получилось. Прям сильно расстроился. Потом взял и нажал кнопочку авто. Па-бам! И кадр проявился. Экспозиция в плюс 5. Вот она нулевая, вот она плюс 5. И со 100. Посмотрим на шумок. Есть. Давайте попробуем подтянуть еще. Раз. Чуть-чуть уйдем от желтизны. А ну-ка, если авто. Не, совсем холодно. Так. Как-то так попробуем сделать. Попробуем чуть-чуть еще кривой контрастику добавить. А теперь сильно поборемся с шумами. Добавим резкости. Оп, вот так. Добавим Clarity. И еще чуть-чуть насыщенность желтенького уберем. Оп. Да, хорошо. Чуть-чуть красненький был, более насыщенный. Поднимем красненький. Ну что ж, смотрите, какая фотография получилась. Посмотрим по шуму. Шумик есть, но он абсолютно незначительный. Это при приближении. Посмотрите на навигатор. Какое сильное приближение. Это снято в максимальном раве. По длинной стороне 6720, по короткой 4480. То есть, шум даже в книге этот не будет виден. Хотя можно еще дополнительно побороться с ним и в фотошопе. То есть, вполне приемлемая фотография. Вот фотография, кстати, сделана на 5000 ISO. Здесь фокус на фигурках. Если хотите, можем ее чуть-чуть сейчас подкорректировать. Так, возьмем чуть-чуть подзатемнил. Капельку контрастика. Чуть-чуть кривой поработаем. Красненький сделаем чуть более насыщенный. Желтенький, наоборот, чуть-чуть подберем. Чуть-чуть поработаем с шарпенинг. Шумик подберем. Клэрити добавим. Ну и вот. Хорошо. На 5000 ISO. Вот так все происходит. Все хорошо. Следующий кадрик. Так, чуть-чуть нужно их подровнять. Сделать еще немного посветлее. А этот чуть-чуть немного потемнее. Так, и попробуем сделать синхронизацию серии всех кадров. И со 100 экспозиция плюс 5. И все вполне приемлемо. Честно, я удивился. Не знаю, надо было бы попробовать. Интересно было бы попробовать с другими фотоаппаратами. Способны ли они на такое. Но я не ожидал. Я думал, эти фотографии уже к сожалению, все. А нет. Здесь уже 5000 ISO. Попробуем синхронизировать. И все хорошо. Вот так вот. Чуть-чуть попозже я сделаю сравнительные фотографии с 5D Mark III, с 5D Mark IV. Пока еще есть у меня 5D Mark III. Я его не продал. Но я планирую его продать. И перейти на два одинаковых 5D Mark IV. Все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам тоже было это интересно. Скоро будут новые выпуски. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok